Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как принять то, что ты полюбил человека? Как убрать этот супер в голове, который как бы отдёргивает от хороших мыслей о нём? У меня бывает такое, что я думаю о своём любимом человеке, только одна отрицательная мысль в голове. Ты не мечтай, ничего не получится, ты не любишь сразу расстраивать и убирать хорошее настроение. Я чувствую тепло внутри именно к этому человеку. Но меня смущает то, что в голове. Я долго сомневался в своих чувствах. Сейчас уверена на 99%, на 1% вдруг будет больно, но это моя ошибка так думать. Почему-то я всегда думаю о том, что если признается, то мне будет больно. Я вечно контролирую себя и боль в груди возникает от того, что я контролирую свои эмоции к нему. Стоит ли обращать на это внимание или просто отпустить ситуацию? Спрашиваете вы. Ну, здесь, на мой взгляд, ситуация такова, что как мне, по крайней мере. Кажется, не совсем вы здесь говорите про любовь. По крайней мере, то, что вы описываете, с любовью общего вообще ничего не имеет. Как мне кажется. Дело в том, что вы описываете некое такое состояние борьбы. в которой одним из аргументов является человек, которому у вас есть чувства. и успешность, ну, проведение вот этого мероприятия, да, или победа в борьбе. Мало условно говоря, гарантирует вам то, что вы решите, ну, для себя какую-то вот проблему. Так скажем. Вот. Хотя, я думаю, что проблема вашей неуверенности, проблема ваших сомнений в себе, она никуда не уйдет. Вот. И даже если вы признаетесь, вот, человеку, и он вам, как бы, ответит взаимностью, то странно вы будете пребывать в тревоге, и странно вы будете пребывать в определенном страхе, потому что это, как бы, особенности вашего личностного конфликта, скажем так. Вот. Поэтому, на мой взгляд, важно работать именно с уверенностью в себе. Вот. Важно смотреть, за что вы пытаетесь бороться в данном случае, да, как вы эмоционально, вот, вовлечены в данный конфликт, вот, то есть, я имею в виду, какую, ну, какую свою вот проблему, да, когда вы пытаетесь, вот, в этой борьбе решить, как бы, что это за проблема, которую вы пытаетесь решить в этой борьбе. Вот. И, соответственно, уже тогда можно будет, там, о чем-то говорить, да, тогда уже можно, можно, ну, можно будет что-то обсуждать. Вот. Сейчас пока что эта история, ну, она максимально не про… Любовь сейчас эта история пока что максимально про вас, как мне кажется. Вот. Только что именно про вас нужно выяснять. Вот, коллега, например, написал, что вы боитесь, как бы, отношений, вы боитесь близости, вы боитесь сближаться. Вот. Это проблема личной границы, верность в себе определенного непросточного опыта и так далее. Вот. С этим нужно работать. Вот. Вы можете пытаться решить и какие-то другие проблемы свои. здесь уже может помочь отсылка к личности человека, которого вы, грубо говоря, ну, которому вы испытываете, так скажем, чувства. Да? То есть вот. Вам нужно посмотреть, что это за чувства, что за чувства вы… точнее, что за человек, которым вы испытываете чувства. Человек уже будет несколько более понятно, какую проблему вы пытаетесь решить. Вот. Сейчас вы чрезмерно замотивированны. Через счет замотивированы. Стаски, – что называется… слишком, слишком высоки. В данном случае. Вот. А любовь – она… она не про это… она не про ставки. Любовь – она про, готовность принять любовь результаты. Абсолютно не важно, в общем и целом, что это за результат. В общем, в случае такого нет и в памяти. Также не совсем очевидно, по крайней мере для меня, из чего вы делаете вывод, касательно того, что думаете о вероятности ошибки, точнее о вероятности того, что вам будет больно, это ошибка. Вам может быть больно, это правда. Вас могут отвергнуть, это правда. То есть тут больше не про ваши чувства к человеку, судя по тому, что вы описываете. А здесь про кто больше, как вы чувствуете себя, будучи, по вашему мнению, влюблены, и как вы чувствуете себя, будучи, ну скажем так, ответным. Да, и будете ли вы в той или иной степени получать, может быть, еще какое-то удовольствие нахлаждение от тех сил, которые, собственно, вы, ну, испытываете. Понимаете? Поэтому тут вот не все так однозначно. Вот, и, соответственно, с природой вот вашего, значит, блока, который вы описываете, да, природу вашего блока необходимо разобрать, чтобы помочь вам лучше понимать себя и свое состояние, и про что ваше переживание. Вот. Может быть, может быть, решив, вот, ну, так скажем, определенные свои трудности, может быть, вы и придете к любви по отношению к человеку. Вот. Ну, понимаете, любовь от творчества, творчество, возможно, только когда человек свободен. Вот. А то, что вы не свободны, ну, вряд ли вы будете с этим спорить сейчас. Вот. Поэтому какая-то такая в данном случае история. Ну, не хочется вас, конечно, разочаровывать, да, как-то вот не хочется, ну, как-то вот вас обескураживать, расстраивать, может быть. Ну, все-таки лучше, наверное, смотреть правде в голове, вот так, как оно скорее всего есть, да. Вот. Понятно, что это гипотеза. Сейчас понятно, что нужно это подтверждать, как бы, то есть, ну, вполне может быть, что я ошибаюсь, вот. Но нужно в данном случае смотреть и исследовать, вот. Надеюсь, этот аспект вам понять, надеюсь, этот аспект вам ясен, вот. А, то есть, этот аспект того, когда не столь важен человек сам, вот, да, сколько важно, вот, что будет мне больно или нет, то есть, я чувствую, и насколько вообще, вот, все это, как бы, естественно, да, и как это все меня, меня, грубо говоря, характеризует. Вот. И, конечно, если вы, ну, вот, беспокоитесь, а, ну, об этом, об этих вещах, если вас это все стригозит, то, конечно, как-то вот времени, а, времени на то, чтобы, ну, чтобы, эм, собственно, наслаждаться, да, любовью к человеку, вот, чувством к человеку, вот, как не остается, и силы, энергии не остается, тоже, если так вот, впаду, впаду. Поэтому вам, вот, в данном случае, нужно, в первую очередь, решить свои конфликты, вот, проблемы своих страхов, э, уверенности в себе, вот, э, проблему своих, э, сомнений, вот. Вот. И, соответственно, тогда, тогда уже будет несколько лучше, чем сейчас. Сейчас вам очень-очень тяжело. Вот. Вот. А, ну, просто, вот, весна-весна трудно постараюсь кому-то что-то чувствовать, когда от этого человека зависит то, как я себя буду, ну, ощущать, грубо говоря, да. Вот. Вот. Поэтому, в данном, э, случае, э, ваше, вот, ну, ваше состояние, ваши позиции, вот, они, э, более чем, были, э, десны и понятны. Вот. Такой освет, э, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу вам. Это, э, поможет, э, начать работу над собой, вам поможет начать разбираться в себе, вот, э, желаю вам всего, самого доброго, удачи. Надеюсь, что, э, ваши трудности, э, будут разрешены самым лучшим образом.